Поговорили, но не договорились. Напряженность между Россией и Альянсом возрастает. Подтверждением этому встреча в Брюсселе Совета Россия-НАТО. Основное разногласие, ситуация в Украине. Продолжит Елена Абрамович. Выясняли отношения традиционно дольше, чем планировалось. Пресс-конференция Генсека-НАТО началась с опозданием почти на час. Накануне брюссельские медиа со ссылкой на дипломатов писали, НАТО выразит недовольство опасными маневрами российских пилотов над Балтикой. Вопросы есть и к военным учениям России «Запад-2017». У нас есть все основания полагать, что участвовать в учениях будет значительно больше военных, чем было указано официально. Поэтому мы призываем Россию соблюдать венский документ. Согласно венскому документу, Россия должна приглашать на учения наблюдателей ОБСЕ, если количество военных превышает 13 тысяч. В НАТО подозревают, что Кремль планирует привлечь 100 тысяч. Россия традиционно отрицает. Было очень много домыслов относительно того, что эти учения будут использованы для скрытой концентрации сил, для реализации каких-то агрессивных намерений в отношении отдельных стран НАТО и так далее и тому подобное. И сегодня наши военные дали соответствующий брифинг. В то же время Москва обеспокоена со своей стороны наращиванием сил НАТО на восточном фланге. В Альянсе это называют оборонительными действиями. Еще одна тема, по которой у сторон нет понимания – Украина. Вопрос Крыма и конфликт на востоке Украины остаются точками противостояния. Тяжелое вооружение не отвели из зоны конфликта. Минские соглашения – лучший вариант для решения конфликта, но их нужно выполнить. А наблюдателям ОБСЕ предоставить возможность беспрепятственно работать. Собственно, из-за украинского вопроса диалог России и НАТО и стал максимально напряженным. В 2014-м стороны прекратили любые контакты. Через два года восстановили, но только политический диалог. А вот о возобновлении военного сотрудничества пока не может быть. И речи убеждены в Альянсе. Елена Абрамович, Иван Ермаков. Подробности Брюссель. Европейское бюро телеканала Интер.